Татьяна Подолька считает себя самой счастливой мамой на свете. В её большой семье пятеро детей. Проводить время вместе – обязательная часть дня. Пока младший спит дома под присмотром старшего, остальные гуляют на улице. Снегу малыши всегда радуются, как в первый раз. Без санок и ледянок никуда. Старшие берут младших и помогают. Друг друга катают из горки, ну а я уже как сторож. Вот. Стою, слежу, чтобы никто не пострадал. Ну, мальчишки шустрые, весёлые, озорные, поэтому глаз да глаз. В канун Нового года горожанка получила необычный подарок – Орден Матери. Награда, признаётся женщина, приятная. Однако куда ценнее видеть счастливые лица детей и по ночам им поправлять одеялко. Ой, моя соненька. Самому младшему, Богдану, год и семь. Он – мамина радость. Ване – четыре. Но, несмотря на возраст, характер у малыша боевой. Кажется, даже кот живёт по его правилам. А ещё при первой возможности мальчик бежит к шведской стенке. Растёт настоящим спортсменом. Давай я тебе помогу на колечках. Нет. Он может сам. Он самостоятельный. Андрею – 10. Он учится в музыкальной школе и рисует. Старшему Владу – 13. Его большая страсть – футбол. Подросток хочет стать профессиональным спортсменом. 18-летний Дима – мамина поддержка. Всегда готов посидеть с малышами, помочь с уборкой. При этом у парня есть время на всё, что он любит. Дима живёт музыкой. Мечтает о собственной студии звукозаписи. Мама, конечно, во всём поддерживает сына. Она уверена – каждого её мальчика ждёт большое будущее. Моё мнение для них важно. Во всём полагаются где-то и спрашивают, и советуются, и прислушиваются к моим советам. Стараюсь в их конфликты не влазить поменьше. Стараюсь приучать к самостоятельности где-то, к ответственности. Всех сыновей хрупкая женщина воспитывает одна и гордится своей важной ролью в их жизни. Такой труд ценит и государство. Поддерживает во всём. В 2011-м семейство получило жильё. В скором времени подолька вручат ключи от ещё одной новенькой квартиры. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.